Новая памятная доска украсит фасад дома на улице Советской, 58. Место размещения мемориальной плиты выбрано не случайно. Именно здесь жил последний на территории Брестской области герой Советского Союза Константин Фрулович Лазаненко. Яркая и скромная личность. Герой. Человек, для которого патриотизм не просто слово. Таким он был, таким его и запомнили. То, что мы сегодня увековечиваем его память, это на самом деле высоконравственно, справедливо и закономерно. Он прожил достаточно длинную жизнь, все-таки 90 лет. И залогом этой длинной жизни явилось его высокодуховное понимание роли и места солдата в жизни вооруженных сил. Он служил долгое время в армии. Высоконравственная профессиональная деятельность на нашем заводе. И потом активная общественная деятельность. На мероприятии присутствовали представители вертикали власти, ветераны войны, труда, военнослужащие, молодежь, а также руководители, ветераны Брестского электромеханического завода. Там трудился Константин Лазаненко. Идея об увековечении памяти принадлежит коллективу предприятия. Константин Фролович служил в Красной Армии и в Советской Армии 25 лет. А после этого, от 1966 по 1991 год, работал на Брестском техническом заводе в разных странностях. И я имел честь в одном отделе с ним работать 15 лет. Это был тогда отдел механизации автоматизации и впоследствии машиностроительное производство. Ну, что всегда вспоминается, что Константин Фролович был исключительно душевный, добрый человек. Люди, их поколение, пережившие страшную войну, совершившие подвиги и так далее, освободившие мир от фашизма, были настолько добрые и хорошие, что просто нет слов. Константин Лазаненко был красноармейцем. Служил линейным надсмотрщиком в батальоне связи. В 1943-м получил задание – проложить телефонный кабель через реку Днепр во время переправы лодка, в которой он находился, была разбита снарядами и затонула вместе с кабелем. Воину-связисту удалось извлечь его из реки. Связь была установлена в срок. Впереди еще было немало боев и заслуг. В 1943-м Лазаненко было присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза уже в августе 1943 года. Это не послевоенное время. Это война. И за мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден Орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». К дому присутствующие возложили корзины цветов. Уже само по себе это место является исторической ценностью. Благодаря мемориальной доске больше информации узнают и горожане, и туристы. Всего в Бресте установлено 216 мемориальных досок. Героям Советского Союза, социалистического труда, знаменитым уроженцам. Работа в этом направлении останавливаться не будет. В ближайшее время планируется еще два таких события. Я думаю, что мы их реализуем при поддержке Брестского горосполкома и администрации района. Потому что хотелось бы, чтобы еще открыли мемориальные доски. И героям Советского Союза Ермолаеву и Доценко. Виктория Нечаева, Дорд Букнович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Буктовая.